Хеллоу, привет дорогие друзья! Всем доброго времени суток. Третья серия прохождения сольного рейда Криптон, сольного рейда Супермена, на аккаунте новичке. На аккаунте моем втором аккаунте, кому не нравится название этого аккаунта новичок. В общем, начинаем по порядку. Есть босс флэш, есть быстрая эволюция, есть гармония, есть в принципе достаточно много неприятных модификаторов. Но я не думаю, что это какая-то сверхсильная задача для моей утопленницы. Я принял решение, что начиная с третьей сольной серии рейдовской, я буду все же драться всегда у утопленницей, потому что не хочется тратить попытки. У меня, конечно, есть надежды на то, что я успею за оставшееся время закрыть этот сольный рейд. А я вам хочу напомнить, что этот сольный рейд является одним из самых сложных, по моему личному какому-то там мнению. Если мое мнение не совпадает вдруг с вашим, это не значит, что моего мнения не может существовать. Имейте это в виду. Ау-у-у-у-у-у-у-у, прекрати мне наваливать. У меня есть острая коса, я могу прерывать спецприемы, флэш. Ты нарывался немножко не на того. Хорошо. Не дал прокомбить дальше. Не дал просто дальше прокомбить. Так, вот смотрите, здесь модификатор быстрая эволюция имеет еще и анимацию. Во всех других рейдах, кроме рейда Дарксайда и кроме рейда вот текущего суперменовского, анимации во время модификатора быстрая эволюция нет. Поэтому там этот момент, конечно, гораздо проще. А вот здесь нужно еще отслеживать, чтобы вовремя сделать спецприем, не попасть в анимацию смены класса. Потому что если вы попадете в анимацию смены класса, то в таком случае вы просто потеряете спецприем. Вы не нанесете никакого урона. Но есть и плюс, конечно же, который мы сейчас с вами видели. Если враг во время анимации смены класса начнет делать свой спецприем, его спецприем прервется тоже. Ну, а потому что нужно сработать анимации смены класса. Ну а что я вам говорил? Ну а что я вам говорил, в принципе флэш достаточно быстро улегся поспать, улегся отдохнуть, прилег отдохнуть. Так, железная кожа, неорганика и незыблемость, но возможно даже этот босс в какой-то степени попроще, чем флэш. Единственное, что железная кожа, это значит, что дамаг будет проходить не настолько обильно, насколько мог бы проходить без этого модификатора. Но я думаю, что и с этим боссом мы тоже справимся. До сих пор, конечно, у меня вопрос, почему Грид в Injustice 2 Mobile в русской локализации называется как Матрица. Непонятно, зачем они так перевели, но это, знаете, это равносильно тому, что Джеки Брикс косплей в МК Mobile сначала была переведена Джеки Брикс костюмом. И вот недавно я заметил, что они все-таки переименовали ее в косплей. Я не знаю, когда это произошло, но когда-то все же это произошло. И что еще было? И был еще Тремор, Aftershock в МК Mobile, который изначально назывался как Дрожь. Ну понятно, что Тремор в переводе с английского как раз таки и есть Дрожь, но имена же, как известно, не переводятся. Поэтому здесь, конечно, больше вопросов к тем, кто локализует игру на различного рода языки. И, в частности, на русский, на котором мы с вами все играем. Так, Босса Троцтус, Айяд, Токсины, Кровотечение. В принципе, набор модификаторов, подходящий под его спецприемчики. У него есть вот эта лужа на первом спецприеме, достаточно неприятная. У него есть лужа, которая преследует вас на втором спецприеме. Поэтому вот эти модификаторы, которые обозначены у Атроцтуса в этом конкретном бою, они как раз таки будут максимально в кассу для этого подбосса. Но есть возможность прерывать спецприемы, есть возможность хотя бы от первого спецприема пытаться уходить. Поэтому, в принципе, контратаковать Атроцтуса можно. Вот здесь можно было бы, конечно, и прервать, но я что-то думал, что не будет делать первый спецприем. Ну ладно, не прерывал и не прерывал. Ты гляди, разблевался. Прекращай, Атроцтус. Главное, что вот здесь, вот в моем любимом местечке в уголку арены, он еще не наблевал, поэтому я могу здесь пока что спокойно стоять. Прекращай блокироваться. Да прекращай блокироваться, говорю. Так, вот тут опять попытался сыграть на опережение, а Атроцтус решил не делать спецприем. Обманул меня. Ну-ка, 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 Супер Мув залетает, 238 тысяч. Конечно, если бы была комбо серии побольше, да, то тогда, в принципе, и урончик от спецприема, в течение Супер Мува был бы гораздо больше. Но уже имеем, что имеем. Блин, эта лужа такая неприятная на самом деле. Еще одна лужа, и я вроде бы как успел прервать, опять же, да, потому что анимация прерывания спецприема прошла, но вот как-то вот все равно не до конца понятно. И, кстати, видите, мне засчитали, X1 увеличение опыта, это значит, все-таки я успел прервать с помощью острой косы, а не только анимация косы прошла. А спецприем все равно оказался на локации. То есть непонятно, как это работает. Супер Мувчик, по заявкам трудящихся, оставляю, не пропускаю. Ну, допустим. Ну, допустим, Атроцтус, и что ты хочешь мне этим сказать? Джон Стюарт, наверное, отлетает. Да, Джон Стюарт отлетел, но, в принципе, не страшно. Все, я его добил. А очередная победа, это уже третий босс из пяти нужных для победы на этом конкретном уровне. В принципе, вообще-то, очень даже неплохо продвигаемся. Все, давай, давай уже, клади спать. Котик тоже спокойной ночи. И приступаем к Доктору Фейту. Я вот не помню, у Доктора Фейта здесь основная опасимая способность отключена у него или же нет. Колебание силы, гармония, дикость. В принципе, если, опять же, если у Доктора Фейта отключена его основная пассивка, то тогда ничего страшного. А если основная пассивка Фейта работает, то в содружестве с колебанием силы это будет мощно. Нет, все. Основной пассивки Доктора Фейта нет, потому что, видите, его спецприемы стоят так, как бы они стоили без снижения затраты энергии на их выполнение, собственно говоря. Поэтому этот босс не очень-то опасный. Но за исключением того, что под конец боя, скорее всего, он всю локацию заставит своими помехами. И вот там, конечно, уже будет неприятненько. Потому что, как минимум, дамаг будет просто молниеносный по нашим союзникам проходить. Супермовчик залетел, 446 тысяч получил. А это, опять же, да, вот видите, я немножко больше комбо-серию сделал. После этого жахнул суперприемчик. И, соответственно, урон от суперприема получился выше. Поэтому, если у вас есть возможность комбить, комбите. Потому что, в зависимости от того, какой у вас счетчик комбо будет, будет зависеть и урон от наносимых суперприемов, либо же обычных спецприемов. Счетчик комбо в игре Injustice 2 Mobile придуман не просто так. Ну, может быть, кто-то об этом не знает. Всегда есть люди, которые только начали играть в Injustice 2 Mobile, а есть люди, которые давно играют, но не обращали на это внимания. Вот я недавно в комментариях прочел такую информацию интересную, по типу того, зачем ты вообще делаешь супермов, он абсолютно бесполезный, ты типа 10 шкал энергии потратил, лучше бы сделал несколько спецприемов, и так далее и тому подобное. А человек просто, видимо, не знал, что оказывается, когда вы делаете суперприем, вы получаете постоянную прибавку к урону до конца боя. Поэтому, если есть возможность делать суперприем, всегда его делайте. Потому что, ну, вы в таком случае просто, помимо прямого дамага, который от супермова нанесете, вы еще нанесете и повышенный дамаг до конца уровня. Будет у вас повышенный дамаг. Короче, супермов нужно делать обязательно. Но, опять же, при возможности, если позволяет ситуация. Фух, ну, я тут, конечно, выболтался. Смотрите, а впереди бриньяк, а бриньяк очень сложный. А вот представьте себе, что этот конкретный бриньяк, это такой же бриньяк, как бриньяк на четвертой фазе. Если он сделает свой суперприем, он сразу же нокаутирует абсолютно всю нашу команду. Шар норы не работает уже, это был баг, когда с помощью шара норы можно было выживать. Поэтому, ну, нужно типа контролировать заряд силы бриньяка, да? Но, есть еще одно но. Чем меньше силы у бриньяка, тем меньше по нему проходит дамаг. На минуточку. То есть, как бы для того, чтобы нормальный дамаг по бриньяку наносить, как раз таки нужно, чтобы у него был максимальный запас энергии для выполнения спецприемов. А если будет максимальный запас энергии, то, соответственно, это очень большая угроза, что вы практически сразу проиграете. Посмотрите на тот дамаг, который я наношу. Там даже меньше 100 единиц урона было с обычной ручной атаки, да? Именно поэтому я сейчас поменял команду, взял Робина Кинга, потому что Робин Кинг умеет отключать вражеские спецприемы, включая супермуф противника. Но если у противника нет определенного рода модификаторов и стойкости к отключению спецприемов, и поэтому, благодаря Робину Кингу, я могу быть хоть немного больше уверен в том, что я могу позволить бриньяку накопить энергию, но, а потом просто его продолжать комбить, и, соответственно, нормальный... Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих! Соответственно, нормальный урон по нему наносить. Немножко, конечно, все-таки я истощу. Понимаете, проблема утопленницы еще заключается в том, что вот вроде бы как есть у нее похищение энергии, да? Но этот дополнительный эффект от второго спецприема, он работает периодически не со стопроцентной вероятностью, поэтому... Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тихо! Поэтому здесь вот очень сложно в плане того, что вы делаете второй спецприем, рассчитываете, что сейчас истощите своего врага, а утопленница решает, что в этот раз она не хочет его истощать, похищать у него энергию. Поэтому здесь, конечно, тоже, ну такое, игра на грани. В таких боях невозможно предугадать какой-либо исход боя, потому что, ну, здесь очень многое зависит от рандома. Насколько сильно броньяк будет блокироваться, насколько сильно броньяк будет сопротивляться. Вот пока что, да, он дает возможность себя комбить. И чуть-чуть еще, пожалуйста, мне нужно есть теневушка. И чуть-чуть вот так, видите, накопил на теневушку, и все, и броньяк не может делать свой супер-моф, соответственно, я пока еще жив. Вся моя команда жива. Сейчас крайне важно загнать его обратно в уголочек. Все, угол есть. Допустим. Но пока, в принципе, бой продвигается неплохо. Честно, признаться, я думал, что попытка будет гораздо более хуже выглядеть. Не блокируйся, не блокируйся. Это, слушайте, это просто трешак. Так, я нервничаю, я переживаю самое время, кстати, нажать на пальцы вверх. Поддержите меня, пожалуйста, потому что просто эпик на ваших глазах происходит. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Вот об этом я и говорил, что представьте, если бы он начал вот так нас контратаковать во время того, как у него была бы возможность сделать супер-прием. Будет истощение? Будет. Истощение есть, хорошо. И истощать его сильно уж я не могу себе позволить. Почему? Ну, потому что чем меньше силы у броньяка, тем меньше по нему проходит дамаг. Вот такой шальной, неприятный. Да-а-а! Ну вот и все. Ну вот и все. Я ухожу из твоей жизни. Эх. А так вроде неплохо продвигалось. И еще было время для того, чтобы попытаться его закрыть. До конца. У меня уже, знаете ли, стали закрадываться мысли о том, что это было бы просто гениально и шикарно, закрыть босс броньяк с одной попытки. На таком достаточно слабеньком аккаунте. Но у меня есть еще одна попыточка, как вы видите. Естественно, сейчас пойдем его бить. В принципе, менее 9-ти... Точнее, 10-ти миллионов здоровья там. Чуть больше 9-ти миллионов, да? И есть все шансы. Но опять же, в зависимости от того, как насколько хорошо будет вести себя броньяк. Дамаг поначалу просто максимально дизморалит. Ну правда, когда ты видишь такие цифры, ты думаешь, как вообще бить этого босса. Но я вам рассказал о том, как просто и легко его бить. Нужно просто пытаться контролировать невыполнение броньяком его суперприема. А в этом как раз таки очень хорошо поможет Робин Кинг. Я вот не уверен, возможно, есть какие-нибудь артефакты, которые умеют отключать вражеские спецприемы. Может быть и так. Может быть и так. Но тут, конечно, вопрос спорный. А еще, вы знаете, у меня сейчас возникло такое предположение, но это бесполезное предположение. А что, если в бой против броньяка поставить обычного Капитана Холода? Ну, который не из мультивселенной, а вот просто Капитан Холод, да? Он же отключает вражеский спецприем при своем тек-ине. Но это вам мало чем поможет, потому что Капитан Холод, он не дамагер. И пусть даже если выпрыгнет Капитан Холод и отключит спецприем броньяка, то как бы дамаг вы не сможете очень сильно уж нанести с помощью Капитана Холода обычного. Но какой-то дамаг сможете. Может быть, это тоже есть выход. Я не пробовал, я не тестировал, но я просто вот сейчас начал думать о том, у каких персонажей еще есть возможность отключения спецприемов. И вот есть вроде бы как Капитан Холод. Но отключает ли он суперприем? Вот этого не знаю. Фух, ну, ребята, мне надо передохнуть. Мне надо морально, эмоционально передохнуть, потому что бои были эпичные, бои были сложные. Ну, а так или иначе, броньяк побежден, и я немножечко собой горжусь. Слушайте, небольшая рекламка. Для того, чтобы максимально быстро и качественно пройти сольный рейд, я советую все же вам купить набор с экипировкой этого сольного рейда. А для того, чтобы задонатить в Инжасте С2 Мобайл, советую обращаться к человеку, ссылку на которого оставляю в описании к ролику и в комментарии, тем более, что человек оформит вам донат абсолютно официально с 20% скидки. Обращайтесь. Ну, рекламка, ну да, что делать? А что делать? Мне нужно было отдохнуть. Мне нужно было выдохнуть. Это было, ну, не то, что сложно, но эмоционально это было действительно тяжко. Но, с другой стороны, нельзя отнимать того момента, что мне относительно повезло. Вот, правда, повезло в плане того, что Брыньяк особо не сопротивлялся, потому что, на самом деле, я бы мог в первой попытке нанести там 1 миллион урона, и все на этом закончилось бы. Ладно, смотрим, смотрим и надеемся на то, что выпадет что-то топовое. Пожалуйста, Инжасте С2 Мобайл, давай, хоть разочек. Ха-ха-ха-ха, Харли Квинн из Бэтмен Ниндзи и Амулет Ловкость. Это то, к чему я всегда стремлюсь. Друзья мои, спасибо, что вы были со мной во время просмотра этой серии. Я надеюсь, поставили свои пальцы вверх. Обязательно оставили комментарии под этим видео. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылочки на телеграм-канал в описании к видео. А также не забывайте подписываться на данный конкретный YouTube-канал, канал Mobile Gameplay, если вы еще этого вдруг не сделали по какой-либо причине. Сейчас самое времечко. Все, всего вам самого лучшего, удачи в прохождении сольных рейдов и до новых встреч на моем канале. Пока!